МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На пути к рекорду завершен еще один участок. Съемочная группа нашей программы приняла участие в самом необычном из тест-драйвов в качестве водителя-испытателя генеральный директор КАМАЗа. По признанию Сергея Анатольевича, он регулярно самолично тестирует новинки автогиганта. Но в этот раз, и тут мы добавим от себя, оценка грузовика происходила под пристальным прицелом видеокамер. Выдержал ли флагман КАМАЗа, модель 54901, генеральскую приемку? Об этом и будет наш первый эксклюзив. На парковке перед генеральной дирекцией КАМАЗа новейшая модель 54901. Казалось бы, вполне типичная картина, за исключением одного – того, кто через мгновение сядет за руль. А теперь представьте, КАМАЗ производит удочки, а директор не любил рыбалку. Это ж полный непорядок. В нашем случае все логично. Генеральный директор за рулем на законных основаниях. Соответствующая отметка в водительском удостоверении имеется. Да и по уверенным движениям заметно – грузовик для Сергея Кагогина вовсе не диковинный аттракцион. Как на машине, как легковой. Получасовой заезд. За окном – городские проспекты и заводские корпуса. Коробка-автомат, 12 ступеней, новый двигатель КАМАЗ Р6, кабина К5. Во многом унифицирована с новейшей моделью «Актрос» от «Даймлера». Но внешний облик свой, да и салон решительно отличается. Автомобиль получился. Мне очень нравится внешний вид, дизайн. Видно, что он отличается от всех остальных и в значительной степени соответствует духу времени. Так вполне себе в духе времени и сенсорный экран на панели. В серийном варианте внутри будет все необходимое водителю. От навигатора до прямой связи с оператором своей транспортной компании. Не подкачал и пластик. На ощупь волнений не вызывает. Когда я смотрю на этот автомобиль, я понимаю, что с ним нам жить 10-15 лет. Ничего подобного КАМАЗ пока не делал. К предсерийной сборке этой модели КАМАЗ уже приступили. Первые автомобили попадут в подконтрольную эксплуатацию. А вот уже полностью серийный продукт страна увидит во втором полугодии. Из модельной гаммы новый тягач должен будет постепенно вытеснить предыдущую флагманскую модель 5490. А второй моделью, которая получит новую кабину, станет уже строительный самосвал. И тут все ясно. Классные автомобили любят не только одни дальнобойщики. Маргарита Кузьмина, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа. На заводах КАМАЗа приступили к поэтапному запуску проекта корпоративная система контроля управления доступом. Электронные проходные. Заказчиком проекта является блок заместителя генерального директора КАМАЗа по безопасности. В 2018 году было закуплено все необходимое оборудование. Произведен монтаж. Параллельно ведется работа по интеграции новой системы с кадровыми задачами объектов компании для автоматизированного учета рабочего времени и табелирования. Первыми опробовать новые проходные смогли литейщики и наша съемочная группа. Новая пропускная система была запущена на литейном заводе в феврале. Сейчас она проходит ответственный этап – опытную эксплуатацию. На сегодня изготовлено порядка 800 пропусков, 300 из которых уже выданы сотрудникам. Все АБК оборудованы полностью, все проходные работают. Через все пять АБК ходят у нас люди. Сейчас смотрят и анализируют, как система работает. Я думаю, что проблем не будет, и в апреле мы полностью перейдем. В дальнейшем планируется интегрировать новую систему с программой САП – комплексом программных решений для автоматизации учета. Это позволит собрать воедино все данные об уровне обеспечения пропускного и внутриобъектного режимов. В онлайн-режиме отслеживать своевременную явку сотрудника и количество отработанных им часов. Система востребована, и литейный завод, он получается первый в этом проекте, проходит опытную эксплуатацию. Я думаю, что будет все хорошо и все отлично. Для меня, как для руководителя службы персонала, крайне необходима электронная пропускная, потому что она решает две основные проблемы. Это учет рабочего времени, прозрачный учет рабочего времени, ну и элементы сохранности собственности, что тоже немаловажно. Можно смотреть фотографии лица, которое зашло на предприятие, которое вышло. Когда оно зашло? Вплоть до секунды. То есть это вполне, скажем так, прорыв. До конца года проект будет реализован на всех заводах КАМАЗа. Также на этот год запланированы работы по внедрению электронной системы и на транспортных контрольно-пропускных пунктах. Екатерина Романова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. И вновь про литейный. На заводе сдали первый в этом году эталонный участок. Всего планируется подготовить и обновить еще четыре, после чего самый большой цех на всем КАМАЗе станет полностью эталонным. Теперь производство чугунного литья – это не только новая безопасность, но и комфорт для самих заводчан, которые в том числе и собственными руками обновили свои рабочие места. Организовать эталонный цех на производстве чугунного литья в 2019-м – такую задачу поставило руководство в прошлом году. Но мало кто мог предположить, что заводчане настолько воодушевятся обновлением своих рабочих мест. В цехе выпускается 90% продукции. И соответствие самым высоким нормативам здесь необходимо для успешной работы. В начале марта был сдан первый эталонный участок будущего эталонного цеха номер 4. Были внедрены принципы бережливого производства, такие как 5С, стандартизация, визуализация. Была проделана работа по картированию, были определены узкие места. В дальнейшем были приняты решения по устранению определенных потерь. Работа проведена большая. Еженедельно ставили задачи по решению самых острых вопросов в улучшении участка. Одной из таких стало повышение производительности труда и улучшение условий для рабочих. И на сегодняшний день сделано уже многое. Обновляются полы, причем собственными силами работников. Появились удобные стеллажи, а бытовые помещения теперь просто не узнать. Сам подход к ремонту бытового помещения в корне отличается от того, что было ранее. То есть, это не просто выкрасить стены и закрутить лампочку, а начинается все с замены электропроводки, мебели, дверей, ну и заканчивается установкой системы кондиционирования, что немаловажно в условиях нашего горячего производства. Все это позволило улучшить социально-бытовые условия заводчан. Однако на этом кропотливая работа не закончена. Площадь и количество рабочих, занятых здесь, настолько велико, что решено сдавать участки будущего эталонного цеха поэтапно. Срок реализации всего проекта – ноябрь 2019 года. Алсу Валеева, Любовь Захарова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. А вот отгадайте загадку. Он и сборщик, и инструментальщик, и гидравлик, и токарь, и фрезеровщик, и даже конструктор. Одним словом, специалист универсал. Так кто же он самый незаменимый человек на производстве? Вместе с учениками из 29-й гимназии разгадку на заводе двигателей искала и наша съемочная группа. Яркие жилеты и основательный инструктаж перед началом экскурсии. На заводе двигателей, впрочем, как и на всех камазовских предприятиях, к вопросу безопасности относятся серьезно. Тем более на производстве дети. Будучи почти выпускниками уже гимназии, дети заинтересованы в выборе профессии. И поэтому наша гимназия периодически организовывает разные экскурсии в вузы, либо на предприятии, на заводы. В ходе подготовки к конкурсу «Мир заводских профессий» ребята выбрали одну из основных камазовских специальностей. Вот и попросились на завод своими глазами увидеть, как работает слесарь Массер. Школьникам показали конвейер сборки двигателя В8, испытательные стенды, новый конвейер, подготовленный к выпуску рядной шестерки. Экскурсия очень сильно понравилась. Получил огромный опыт для себя. Узнал очень много нового, очень интересные люди. Тут работают, приятно их слушать. А так даже заинтересовался этой профессией. Рассказывали много нового абсолютно. Я очень давно хотела побывать вообще на каком-нибудь заводе. Больше всего мне понравились новые стенды. Я узнал, что на камазе используются современные технологии. Собирают двигатели нового поколения. Экскурсовод, он же ведущий специалист по новым технологиям, Валерий Ильичев с гордостью и любовью рассказывал о любимой профессии. Ведь без слесаря механосборочных работ на заводе, как без рук. Впрочем, не только на заводе. Слесарь МСР – это который любят все девушки. Потому что кто такой слесарь МСР? Это будущий муж, который никогда ни в каких условиях не остается без работы. Слесарь МСР – самый нужный специалист в нашей стране. Ребята с вниманием наблюдали за работой людей и машин, запоминая все до мелочей. Экскурсия стала хорошим подспорьем при подготовке к конкурсу, что позволило школьникам произвести большое впечатление на жюри. Кристина Маматова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Вслед за учениками и педагоги открывают для себя новый КамАЗ. Учителя технологий городских школ побывали на автомобильном заводе. Здесь они познакомились с производством, своими глазами увидели, как собираются современные КамАЗы и сделали селфи на память. Конечно же, с новеньким 54-90. Экскурсанты с интересом рассматривают линию сборки кабин. Большинство из них на заводе впервые. Знания о КамАЗе из методической литературы. Современное производство раньше видеть не доводилось. То, что видят сейчас, производит большое впечатление. Хотя есть в группе и те, кто уже бывал здесь, правда, давно. И еще в прошлом веке. Я вот на этом заводе был в 76-м году, когда у меня жена здесь работала переводчиком. И вот нынче пришел. Естественно, все изменилось. Ну, видите, КамАЗы какие стали интереснейшие. Очень много задействовано и людей, и техники. Интересная сборка происходит. Показали, как было, что нового стало. Визиты на производство – это часть проекта Набережно-Челнинского государственного педагогического университета «Мой профессиональный вектор», задача которого – наладить тесную связь в профориентационной работе с образовательными учреждениями города. Вот сегодня они знакомятся с производством, чтобы затем детям уже на уроках рассказать, чем сейчас живет КамАЗ, как он работает, и что это на самом деле современное производство, и что это интересно. Учителей разбили на две группы. Первая на автомобильный, вторая на завод двигателей. Затем они меняются. В итоге обе побывают на двух основных конвейерах, о которых в дальнейшем и расскажут на своих уроках. Мы ведь занимаемся ранней профориентацией, поэтому я лично для себя увидела, какие профессии присутствуют на автозаводе, какие профессии нужны. Именно об этих профессиях я буду говорить детям. Это первая волна экскурсий учителей технологии на заводы. В планах сформировать следующие педагогические группы и также провести с ними ознакомительные экскурсии на предприятиях автогиганта. Екатерина Романова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Неожиданно и очень интересно спортивные камазовцы организовали турнир по скалолазанию. О самых ловких и цепких расскажем 1 апреля. Это не шутка. В 18.00 на телеканале Челны ТВ. И не забывайте про наш информационный портал вестикамаза.ру. Новости автогиганта и города там обновляются ежедневно и без выходных. На этом нам Ксения Чернильцева и Павлу Михну остается только попрощаться. Всего доброго. До свидания.